В Славянске-на-Кубане на базе сельскохозяйственного техникума открыли первый в регионе ресурсный центр «Спасатель». В нем будут готовить специалистов по пожарной безопасности. Набор на эту специальность в техникуме открыли в 2014 году. Подробности в материале моих коллег. Появление ресурсного центра в сельскохозяйственном техникуме – событие не случайное. В 2004 году техникум стал победителем краевого конкурса инновационных программ и выиграл грант в размере 12 миллионов рублей. На эти средства было приобретено интерактивное оборудование – тренажёры. Они позволяют смоделировать ситуацию, приближённую к реальным условиям, и предназначены для обучения студентов практическим навыкам по выбранной профессии. Это значимое событие не только для нашего техникума, а и для края в целом. Потому что ресурсный центр по профессии пожарной, подготовка специалистов пожарной охраны, оборудован современным, очень эффективным, максимально приближенным к реальности оборудованием. Поэтому основная цель ресурсного центра – это подготовка высококлассных специалистов в области пожарной безопасности и ликвидации последствий в психических бедствиях, проведение аварийно-спасательных работ. Подготовка также к рабочей профессии, населениям, обучению населения пожарной техническому минимуму, охране труда. На открытии ресурсного центра присутствовали почётные гости. Глава Славянского района Роман Сенеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, а также представители Министерства образования и науки края Краснодарского учебного центра Федеральной пожарной службы. Перед вашим центром стоят очень большие задачи. Сегодня министр образования объявила стратегию ближайшую. 70% учебного времени должно идти на практику, на работу в лабораториях, на работу на передовой в тех организациях, в которых в последующем вы будете работать. Мне бы хотелось, чтобы тот ресурсный центр, который создан в Славянске, он бы не был подразделением только техникумом. На этой базе должны учиться те люди, которые сегодня работают, но должны пройти переподготовку, повысить квалификацию. Очень важно, чтобы сюда приходили дети-школьники, потому что спасать это не только предотвращать, когда случилось. Спасать это ещё и предвидеть, предусмотреть, предвосхитить, профилактировать, чтобы здесь были школьники. Поэтому тот ресурсный центр, который открылся сегодня в Славянском районе, в нашем техникуме, конечно, для нас это радость, это гордость, прежде всего потому, что это первый в крае. Второе, то, что вы можете получить настоящее образование, образование адаптированное к практике, где можно практически пройти те или иные курсы на местах, повысить свои практические знания. Как отметил директор техникума Евгений Дмитриев, ресурсный центр спасатель на сегодня единственный в крае, ведущий подготовку специалистов данного профиля. В нём сконцентрированы образовательные ресурсы, которые помогут учащимся техникума в полном объёме освоить инновационные профессиональные технологии. У нас большие планы. Мы будем учить взрослое население. Мы откроем, в следующем году подали заявку на лицензирование ещё одной профессии, которая называется «Защита чрезвычайных ситуаций». Я думаю, что у нас всё получится. Сегодня я хочу всех поблагодарить, кто к нам приехал разделить наш праздник. Занятия у студентов начались уже в день открытия центра. Учебные классы, интерактивное оборудование, тренажёры, современные лабораторные установки. Приняли в этот день студентов первых-вторых курсов, получающих специальность пожарная безопасность. В центре есть всё для получения хороших практических знаний. Без сомнения, ресурсный центр «Спасатель» задал новый стандарт обучения, на который станут равняться все образовательные учреждения среднеспециального образования. И выпускники будут специалистами, не оторванными от жизни, с крепкими знаниями и отличными практическими навыками. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».